Какую роль они оказывают у нас современные фантастики и что будет в будущем позиции? Кроме того, я хочу, чтобы сегодняшний разговор был в рамках диалога. Если какие-то вопросы возникают, задавайтесь, спрашивайте, присоединяйтесь. Самым активным, интересующимся, мы в итоге презентуем книжку. То есть, чем больше вопросов, тем больше шансов ее получит. Кроме того, Стэнфис и Фундейшн, наши селены, мы представлены на выставке BigFest, которая будет в следующем данной выставке, мы будем просмотреть приставки. И опять же, в рамках диалога, отвечая на ответные вопросы, мы можем получить слабый девять на выставку. Мы должны поддержать своих победителей. Ну что, неравна пора приступать. Как и каждый из вас, если я люблю читать. Я читал, конечно же, научную фантастику. Почему именно фантастику? Фантастика отличается от любой другой фантастикой тем, что она шире границ дозволена. То есть, там есть что-то, чего в реальном обычном мире мы увидеть не можем, ничего нам, может быть, не хватает. Неопределительная часть вообще любой фантастики — это неизученные объекты, явления, которые дисциплименны по уровню развития науки и технологии объяснить невозможно. Литература существовала многие годы, сотни лет. Было написано множество первоклассных научно-фантастических произведений, множество отличных авторов. И каждый из них придумал из своих произведений какие-то интересные, непонятные объекты, которые как раз и создавали сеттинг довольного произведения. Например, если брать тех же стругацких, у них можно взять любое произведение, оно будет напечатано из себя объектами. То есть, теми объектами, которые можно будет классифицировать как из себя. Могу, естественно, сразу напрашиваться и быть на обочине, и любой вообще объект, найденный в запретной зоне, тоже, по сути, из себя. В качестве примера могу привести хотя бы тот же ведьмин студий. То есть, это желе, желеобразная масса, которая, если прикоснуться к ней чем угодно, частью тела, в технике чем угодно, то, что прикоснулось, превращается в ведьмин студий. То есть, в ведьмин студий, превращается в себя всеобщество, за него дотрагивается. Из себя объектами могут быть не только предметы, а именно могут быть явления, области пространства, события и так далее. В качестве примера в литературе могу привести, например, книгу Лукьянгта, у него стихом «Глубина». И там была дипрограмма, которая, после просмотра, позволяла каждому посмотреть, что он погрузится, когда требовал. И перенести в литературе, по сути, в материнство. И я хочу начать как раз диалог. Кто из вас может вспомнить хотя бы три объекта фантастических произведений, которые могли бы быть классифицированы как из себя? Ну, а так, не слышно, не помню. Чуть-чуть попробуем, что-то отсюда. Так, что будешь попробовать? Даша, вот вспомните, вот что вы любили читать, какие ваши любимые фантастические произведения? Наверняка-то есть что-то, что точно было бы классифицировано как из себя и поставлено на задержание. Ну, вообще говоря, я бы, наверное, не знала целых классов русских народных сказок, потому что они практически на процентах, наверное, 50 состоят из различных волшебных предметов, волшебных существ, которые, в принципе, вполне вписываются. Правда, у них есть такой более, скажем так, руссконародный вот этот вопрос. Каз, что ли? Не, не, все. Ну, в принципе, я уже ответила на вопрос. Вот любая... Просто с вами вы сказали. Хороший, хороший взгляд, интересно. И вот ученый, и русал, как бы ведом. Вполне можно отнести к этому сагу «Ведьмах». Там очень много всяких необъяснимых... Ну, к примеру, к примеру, интересно, послушайте. Вот что мы классифицируем? Ну, допустим, то же самое лето, что можно взять. Это... 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 Один самый сильный, считается... Все страшнее, чтобы... Я, 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 я... По-минципе «Ведьмака» очень много всяких, правда, существ, которые... Ну, описаны, но достаточно плохо со стороны явлений. То есть какая-то магия, то есть с этого стороны описана. Потому что, ну, на Средневековье больше рассчитано сам с этим. Вот. Но тот же самый, если взять, кто играл не одно, кто в игру играл, это белый флаг, то, что вот... Дикая охота. То же это такое явление, которое пришло из другого мира, получается, и пытается захватить свой мир, потому что здесь мир разрушен уже. Тоже можно отнести это к объектам, как SCP. Почему нет? Хорошо, прошу. Считаю, два лучших и максимально логичных объекта SCP. Это «Золотое сердце» и робот Марвин из... Спасибо. И робот Марвин из «Автостопом по галактике». И сам «Автостоп по галактике», книга, которая там упоминается, это тоже можно отнести к объекту SCP. То есть это, ну, здоровенная книга, которая непонятно как умещается вообще в карманах. Это же путеводитель, карманный причем. А там столько глав, столько информации и прочего. «Золотое сердце» — это корабль, который существует в каждой точке Вселенной одновременно. С точки зрения науки современной объяснять это очень сложно. Без привлечения всяких там явлений. Квантной физики. Да. Робот Марвин — это просто здесь депрессивный робот. Как у робота может быть депрессия, если чисто технически? Очень мало технологий, которые дают программировать роботу вообще какие-то эмоции. Вот. Наверное, и все. Может быть, правда, на уровне развития текущим нашим это действительно смотрится как истинь объект. Но, думаю, для тех, кто живет в том сеттинге, оно смотрится как и данность. Просто в том сеттинге есть как инопланетяне, для которых это как данность, так и люди-земляне, для которых это совершенно не данность. Целый главный герой, он с земли, и он очень удивлен. Да, да. Ребята, не бойтесь микрофона. Просто тем, кто сидит сзади, им будет лучше сидеть. Ну, я считаю, что все аномалии из вселенной «Сталкер». Ну, это, по сути, да. Оно пошло изначально, а пикник, оно больше не стругаться, и, по сути, оттуда же уже взято. Ну, это все в связи с тем, что очень много таких стран нет. Я хотела бы привести три потенциальных осипе объекта. Первый – это календоскоп из книги Клиффорда Саймак «Город». Мутанты, заколдователи, так скажем, они провели с ним определенные операции, и каждый человек, посмотревший на него, он становился, ну, мега-супер-энпадом, и между друзьями возникала, ну, полноценная гармония. Также я бы могла назвать, ну, любую машину времени, она есть во многих книгах, во многих фэндомах, и до еще у Сергея Лукьяненко в книге «Спектр» была раса птиц, которые в детском возрасте были разумными, но только становившись взрослыми, они, ну, теряя интеллект, способность мышли. Отличный пример, очень понравилось. Так, давайте еще буквально одного человека спросим. Куда? Куда? А дальше мы уже три, наверное, много, слишком, я сходу не вспомню. Но у Ларии Нивина в цикле «Мир кольцо» было такое замечательное растение, она называлась «Солнечник пирсона». Это растение с зеркальной поверхностью, которое всегда поворачивалось таким образом, чтобы отражать в близлежащий, движущийся объект солнечный свет. И когда росло целое поле этих растений, ничто не могло зайти на это поле, потому что мгновенно сгорало в солнечных лучах. Круто. Ну, я знал, что ты нормально опять же, Денис, поэтому я тебя не забедал. Садись пять. Андрей, будем еще кого-то? Последний. Давай, пожалуйста. Можно сразу три, сразу три. Ну, что ж, я думаю, есть множество примеров. Например, тот же проход в станцию, которая идет на «Хогвартс» с «Гарри Поттера» из первой части. Также, ну, раз уж, я думаю, многие люди в виде игры также можно гнуть вирус «Красный свет» из прототипа. Или, ну, как бы объяснили. Забылось. Я поставлю, посмотрите. Так, все, да. Две машущие руки. Невозможно не дать возможность. Значит, все очень просто. Есть трилогия, в названии которой, к каждой части, уже заложены три предмета. Это «Золотой компас», «Чудесный нож» и «Янтарный телескоп». Всем известная трилогия? То есть, эта трилогия уже три предмета в названии. Да? Знакомы? Я слышу. Золотой компас. Ну, «Золотой компас» — это который интуитивно, да. Билл Булм. Билл? Филий Булмана, да. Трилогия. «Золотой компас» указывает по интуиции, значит, предсказывает будущее. «Чудесный нож» режет ткань и проход между миров. И получается «Янтарный телескоп», который смотришь и возникает истина. То есть, три книжки, в названии которых уже заложены три предмета. Сильно. Мне кажется, что мы финалисты определились. Хорошо. Ну что, тогда первый билетский выставку походит, наверное, вам. Ура! Давайте поздравим! Поздравим! Для тех, кто захочет еще выиграть билеты, в следующий раз запоминайте. Машем двумя руками и смотрим на Андрея. Так. Ну что, как вообще становилась вселенная SCP Foundation? Откуда все это получилось? С чего вошло? Первые из себя объекты появились просто как сообщение на форумах на имид сборда, когда школьники-студенты придумали страшную баку, чтобы пугать друг друга из других школьников в интернете. Так появился самый первый объект. Это SCP-173. Это скульптура. То есть, вот эта непонятная штука, которая, если ты мормнешь, мгновенный пробежек тебя убивает. То есть, если вы совсем простой, то есть, проще просто нету. Но, тем не менее, это послужило началом для того, чтобы другие люди стали пытаться придумывать такие-то новые объекты-рассказы, которые могли бы быть как анонимальные объекты, если правильно сказать, посмотрите. Люди стали пытаться придумывать что-то схожее, чтобы тоже кого-то можно было допугать, удивительно, и так далее. Пошел целый класс объектов простых, которые несли за собой исключительно физическую угрозу. То есть, к примеру, можно привести вот эту структуру космоскромника. Это страхи людские, которые эксплуатируются еще со времен терминатора, то есть, неотвратимого угроза, которое придется человеком и просто уничтожить. То есть, опять же, страх физической расправы. После этого объекты с физическим ущербом стали возводиться пока еще на ранних этапах, пока не появились более сложные объекты. То есть, объект АВЕЛЬ, один из самых известных объектов, это самый почитаемый по вселенной, и Нью-Зима Ретиля. То есть, это объекты прямого, по сути, физического уровня. То есть, чем они страшны? Тем, что они просто вас сожрут. Убьют, сожрут и уничтожат. То есть, все совершенно просто, но с усилением свойств. АВЕЛЬ, он еще жестче и страшнее, что ретиля еще жестче и страшнее. То есть, жестче и страшнее ретиля не бывает ничего. То есть, собственно, АВЕЛЬ, которого убивают каждый раз, на каждый раз возрождается, и ретиля, которая может динамически менять свои свойства, подстраивать под окружающие внешние факторы, только с той целью, чтобы выжить и всех убить. Собственно, после этого, в Северной Шар-20 записались многое рассказывало объекты, и смыслу восстанавливать на какой-то одной эпиграйне, стали появляться объекты, которые имели гораздо более сложные структуры и сложные свойства. Это, опять же, объекты области пространства, времени и так далее. Хорошими примерами, на мой взгляд, являются объекты знания. Я часто привожу пример, потому что он точно классный. Объект М-28, что он делает? Это был вопрос пространства, попадая в которую, человек мгновенно получает абсолютное и полное знание о каком-то совершенно случайном предмете, событии, и о чем-нибудь. То есть, полное знание о чем-нибудь. Это может быть полное знание как ухаживать за колонией хомяков, это может быть полное знание как сделать реактор холодной термогидной синтезы и так далее. То есть, какое-то совершенно рандомное количество знаний. И это тоже является сети объектом, потому что это что-то необычное, неизученное и из области фантастики по самому объекту, по его описанию. Как вообще одношедливость пространства пришел на работяга, патентный бюро пытался, как раз запретить давать авиальный реактор. Его, естественно, закупили куда подальше, по чертежам его собрали реактором, стал работать. Они такие, ничего себе. И после этого нашли этот объект и стали уже проводить всякие океанские штуклины. Чуть сложнее еще объекту мне очень нравится, это билет в один конец. тоже из классических объектов с очень сложными интересными свойствами, то есть это по факту билетик. Если человек использует его в качестве прокопки на любви транспорта и его пробивают, то человек никогда уже к транспорту не вернется. То есть если он зашел в поезд в автобус или в автобус пробить этот билетик, то он так или иначе погибнет. Его никто не сможет спасти никак. И весь объект строится на том визорстве, что пытались, проводя испытания, такого эксперимента, человека спасти не удалось никогда ни одного раза. И то есть по сути не прямая угроза как от физической расправы слетили, отарили, а это угроза именно неизбежности и неопротивности конца с неявным, непонятным причином происходящего, которые все равно не дадут предпочтить. вот. И вторым вопросом я хотел что у вас спросить. Какие вы знаете себе объекты, которые вам нравятся именно с сложным составным эффектом? Не просто что-то страшное, стремное, которое что-то плохое сделать. Нет, у которого сложный многосоставной эффект, который вам очень нравится. Давайте нашли с Денисом с Денисом Андрей, вы показываете, а я иду с микрофона. Картичник уйдем? Да. Мне нравятся часы предсказания. Я не помню номер, правда. В общем, это часы с круглым циферблатом и 12-ти, по-моему, стрелками. И каждая стрелка движется с разной скоростью. На каждой стрелке есть какая-то надпись, которая описывает некое событие. И когда стрелка пересекает 12 часов, это событие происходит. Есть стрелка, на которой написано вздох, взгляд, что-то такое. Событие, которое происходит с огромной частотой во всем мире. И эта стрелка обращается супербыстро. А есть стрелка, на которой написано худшее, что когда-либо может произойти. И она обращается очень медленно, делает по нескольку угловых секунд в год движение. И когда-нибудь она дойдет до 12 ночи и произойдет веще под названием худшее, что когда-либо может произойти. Хорошо. Отличный пример. Харис, да, да. Нет, все-таки сэр нас слишком много. Сэр нас слишком огромным, да. Мой любимый CP-объект, наверное, тоже номер забыл, о смерти. Хорошо. Это область в пространстве, которая была обнаружена по тревоге по сигнале бедствия нескольких сонфонда и когда несколько агентов были посланы внутри, там была идентичная земля, на которой не было ничего живого, в том числе там умер SCP-682 неуязвимая ректилия. Все так это. Смотрите, смысл объекта был в том, что был проход через пещеру в альтернативную реальность, такой же, точно, как в нашей. И когда человек в шок-даун увидел, что все то же самое, что в нашей мире, только в семерстве, и вообще в семерстве. И когда он возвращался домой, в эту секунду в мире умирали все тоже. Кроме него. Кроме него. И так далее. То есть, грубо говоря, это была цикличная аномалия, которая уничтожила мир один из других. Человек, проходя сквозь нее, приносил смерть с собой, вовесил мир. Ребята, кто стоит, проходите. там в первом ряду целых четыре места есть. Проходите, проходите. Мне нравится объект, я считаю, что Карпагент должен быть разрушен. Еще раз. Объект так называется, я считаю, что Карпагент должен быть разрушен. Это мост, пройдя по которому, ты получаешь стойкое, навязчивое желание уничтожить Карпагент. Собичай. Причем даже если ты не знаешь его существования и истории, желание у тебя появляется. Так, сзади выключил. Сторг была байна и ретропричивности. Обычный такой гублик из непонятного материала, но если хорошо разобраться и как-нибудь его зашатать, то он поменяет вселенную просто в невероятный масштаб размеры в себе. Сейчас чуть подробнее. Там вроде не кубик был, там именно был. Толар. То есть, грубо говоря, если человек в него заходил, момент очень интересного с этого объекта, сейчас извиняюсь, что я сам рассуждатель вместо вас, господа, мне прямо очень хочется про это рассказать. Потому что люди, заходя искусственные в объект, вокруг неизвечивалось свечение, вращение, она заканчивалась, человек выходил и все думали, что он сошел с ума, потому что он никого не узнавал, говорил какую-то чушь. У него полностью менялось знание о окружающем мире. И пока 20-30 пуды мы прогнали через эту штуку, со всеми такая штука происходила. Пока не разобрали, что эта штука делает. Она оставляет в покоре в качестве константы того, что внутри себя и меняет все вокруг. То есть, когда человек заходил внутри Турора, уничтожал вся Вселенная, все люди и вместо них сгенерировалось и пересыгралось все новое. А человек помнил, что было до этого. И эту штуку это объект класса Деумель. То есть, по сути, его можно использовать если в нашей Вселенной предоходит что-то плохое, совсем, что, грубо говоря, мир разрушается, как последнюю надежду. То есть, грубо говоря, отправляется кто-то в эту штуку и все Вселенная пересобирается в надежде на то, что рандомная пересборка будет лучше, чем даже сейчас. А не является коробкой. Да. Супер. Куда еще идем? Да, попробуй. Ну, попробуй, да. Что ж, я думаю, достаточно известный объект лестница. То есть, считается, что бесконечная лестница, по которой спускаешься, также имеется, ну, маска, при присутствии которой испытуемые ощущают паранонию и так далее. А двоих более испытуемых на лестнице будут все чувствовать слишком тесно. Однако, по одному из рассказов считается, что лестница не бесконечная. Источником является ребенок, который, так скажем, руководит маской. Но это по рассказу. Ну, это известный объект, один из самых известных, но он достаточно простит. Домоговорит. Так, проекте, пожалуйста. Да. Один из моих любимых объектов является Анаташеша. Это трехтысячный номер. Это гигантский змей, у которого до сих пор не нашли конца, а его голова находится где-то около острова Индонезии или Индии. пока я помню. День Тарикиенс. Что? День Тарикиенс. А, да, вот, Вера. Вы называете Машей из администрации. Просто я. Спасибо. И ее свойством является, что когда она поглощает любой организм, обладающий сознанием, ну, то есть человека, то она выделяет фермент. И этот объект является умелем, и организация научилась использовать в свою пользу. Она выделяет фермент, который называли Y-909, и с помощью него улучшается качество амнезиаков. И для этого ей еженедельно скармливают объектов класса D. Вот. Моим любимым объектом является номер 882, если я не помню, машина. Казалось бы, простенький объект, который просто заставляет кидать в него весь металл, затем кидаться самому, но, как оказалось, если собрать другие СИПи-объекты, то получится разбитый бок. Один из ключевых объектов под номером первый не доказывает. Задать сам, знаете, в смысле интересный, потому что это, по сути, любые объекты, любые рассказы вселенные, можно читать отдельно. Можно брать сайт, даже любую книжку, читать с любого места, можно брать сайт, читать с любого объекта. И будет одинаково непонятно сначала, а потом одинаково интересно. И особенно классно, когда из разрозненных кусочков мозаики, из кучи рассказов, которые, по сути, вообще никак между собой не связаны, складываются какие-то новые понимания чего-то большего. То есть, когда понимаешь, как все устроено, в том числе проекта разбитого бога, когда каждый отдельный объект в сумме может получиться что-то совершенно иное. Моим лично одним из любимых объектов является SCP-3125. Ну, как у нас его перевели, одному удалось сбежать. Это, ну, как, я читал на сайте на английском так это, как у нас его должным образом не перевели, там только название висит. Это огромный комплекс мемов и антимемов из другого измерения, которое просачивается в наш мир. И как только о нем кто-то узнает, то оно старается его уничтожить, чтобы не раскрыть себя. И из-за этого объекта было уничтожено огромное количество агентств, которые изучали антимеметические и меметические явления, в том числе чуть ли не уничтожил отдел фонда, посвященный антимеметике. Там был рассказ один, да, то есть рассказ очень трудой, что-то именно не объект, а рассказ по фонду. Я тоже не помню, как называется. Там и серия рассказов антимеметики. Это дело без цвета зеленой. Хорошо, это интересно, я даже забыл про что-то туда что-то. Давайте еще вопрос, а, ну два, давайте два и спросим. Скажу не за себя, а за свою слесняющуюся подругу, 294-копейный автомат. Хороший объект. Это замечательный объект, то есть все, что угодно в него можно забить, он это все выдаст в виде стаканчика с некоторой жидкостью, стаканчик не разрушается никак, а жидкость может быть вообще любая, начиная от жидкого лембоса, и вот мы тут предполагали иногда жидкую удачу. Но это не доказано, и очень хочется добраться, знаете ли. Есть целый класс объектов, которые подобны кофейному автомату, допустим, это межпространственный торговый автомат тоже. Ну и, кстати, часовой механизм. Это отдельный класс объектов, которые сделаны исключительно ради протокола испытаний, то есть какой-то объект, который умеет генерировать новые предметы, в зависимости от задних условий. То есть какие-то механизмы могут выдать любую жидкость, с которой мы его попросим, так часовой механизм могут модифицировать любой предмет, который мне положен по пяти настойкам, очень грубо, один к одному тонко, очень тонко, так и межпространственный торговый автомат, который из-за йены продал свою какую-то фигню, как из других измерений. Интересно, хорошо. Ну и последнее. Я хотел еще добавить два любимых объекта, объекта CP055, только я забыл, что это за объект. Хорошо, это отлично. У вас вам поиски и сейчас. на самом деле шутка очень крутая, я бы помню. Может, дай 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 963 тоже не дай 162 не было в твоем списке? Только 963 Так, на самом деле я бы дал за 55-й объект, потому что сейчас объясню. Мне не может ли вы на ли все поняли шутку? Это объект, про который нет он не круглый. Да, грубо говоря, это аномальный объект, про который никто ничего не может никогда вспомнить. Он сообщается. Да, если мы пытаемся его исследовать, записать, мы не помним, что записываем, что мы видели, что мы объясняем, что мы рассказываем. абсолютно все знания которые получаем они уничтожаются. Кроме знаний, которые чем этот объект не является? А что знания? А что мы говорим? Ну что, прошу. Давайте поздравим еще одного нашего единомышленника. Поздравляем. Но это не значит, что ты не будешь отвечать на следующий вопрос. Постарайся. У тебя хорошо получается. Друзья, пока Андрей просматривает свои шпаргалки, быстро вам скажу, что у нас прямо около входа в кофейню стоит стол. На нем лежат книжки, о которых мы сегодня говорим. И они сегодня, только сегодня и только в этом магазине по спеццене. На 1600 с чем-то рублей. Вместо обычных почти 2000. Поэтому, если что, даже без скудной карты мы сегодня в этом магазине вам продадим их подешевле. А они в листере, соответственно, можно будет потом книжку подписать и оплатить в любой последовательности. Я закончила. Спасибо. Так, смотрите, господа, итак, набралась огромная масса из себя объектов, рассказов, которые писали разные акции. Все они объединены в рамках одной единости. То есть, по сути, много разроженных рассказов, которые были объединены в середине фонда. То есть, внутри середины организации, которые все консифицируют, структурируют и испытывают эти объекты, чтобы понять пределы их свойств. У всех рассказов, как мы помним, единая структура. То есть, есть описание объекта, особо слово содержания и протоколы испытаний. То есть, грубо говоря, порог входа, для того, чтобы написать из себя объект, он, по сути, ниже и ограниченится только идеей, интересной идеей объекта, а не так, как человек, готовый писать свой собственный рассказ. Если, придумывая какой-то аномальный объект, каждый автор должен был поместить его в какой-то сексинг, то есть, написать даже мелкий рассказ или повесть, в котором он бы нормально фигурировал. Теперь нам это делать, по сути, не нужно. Если у нас есть идея чего-то интересного, аномального, мы можем просто по готовому лекаву это оформить и в своей идее поделиться с миром. Если эта идея интересная, она там утвердится. Это огромный плюс серверный фонд и огромный вектор в движении в сторону того, чтобы база наполнялась бесконечно. Таким образом, через год, три, пять, десять, пятнадцать, сто про себя объекты будут описаны все аномальные объекты, которые были придуманы фантастами ранее и которые будут придуманы кучей других людей и когда-то смогут этим пользоваться. Брать просто из готового набора из готового палитра идеи для своих рассказов, для рассказов целиком или для чего-то, что можно использовать и применять. И это совершенно нормальный лекарный закон, потому что лицензия это позволяет. То есть против Коммунчеррайлайд, который существует, позволяет брать оттуда идеи на безвозмездной основе и использовать их в своих произведениях. Так вот, при проток новых авторов резко увеличивается количество объектов в базе данных. Объекты автоматически перетруются, то есть те объекты, которые хороши сами собой, которые хорошо описаны, у которых есть интересные идеи, остаются на сайте, потому что люди их оценят, ставят лайки, они стабилизируются. Если объекты неинтересны, они уничтожаются и, извиняюсь, что говорю, вещи, которые для многих из вас очевидны, просто не все изначально такого слова и у меня интересы множество, что вообще из себя представляет структура вселенной. Так вот, плохие объекты остаются хорошие. И эта самая фильтрация приведет к тому, что в итоге там столько самых классных объектов, их будет действительно много. Но раскладов при этом действительно очень много. Сейчас вошла 4 тысяча. Если считать оригинальные объекты, плюс если считать объекты филиалов, то их просто не прочесть, слишком много. и тут как раз книжки, готовы нам помочь. То есть вручную были отобраны мной, как командир не помогали в контакте, мои рассказы и объекты, которые были наиболее интересные, и помещены в книжках вместе с информациями. То есть команда энтузиастов рисовала арты. Многие арты не попали в книжки, не попали только самые лучшие классные. Книг будет 3, третья книжка выйдет, надеюсь, до конца этого года. До Нового года мы, по примеру, серстайм, может, начали 19, а мы ее перестадим. Иначе мы закончим больше именно таких книг социологических сборников скорее всего в ближайшее время не будет. Если мы будем что-то делать, скорее всего мы приключимся на отдельные, изолированные проекты, как по комиксам, например, по одному комиксу на один объект. То есть взять, допустим, ту же рептилию и в рамках одного комикса встанет на 30-50 расписать протоколы испытаний, где эта рептилия всех ест убивает, а саде в нее угрожают лопаны. А книги, думаю, останутся такими, какими они будут сделаны. Избранные проекты. Соответственно, если какой-то автор-фантаст хочет в своих произведениях использовать что-то из-за сети, что-то черное туда, нужно разделить по смыслу, как он это будет использовать и что он будет использовать. Например, самый простой и ненавязчивый вариант это использовать SCP-объекты как второстепенные элементы книги. То есть, грубо говоря, книга фантастически о чем-то одном, у нее фантастическая идея, мысль, и там все развивается, но в этот сюжет он может интегрировать точечно какие-то отдельные SCP-объекты, которые не нарушат целостность произведения, только ее дополняют. Будет интересно читать читательное произведение. Это может быть оружие, это может быть элемент интерьера, это может быть споры и фауна, что угодно. Могу привести примеры, просто к объекту это живое оружие. То есть, это объект Т-27, это по сути пушка, которая имеет биологическую природу, хотя выглядит как оружие. и она стреляет по сути человеческими зубами на огромной скорости. То есть, если она может пострелять в режиме одиночных выстрелов, в режиме шквального огня, то есть, пока барабан не хочет, то там аппарат в стиле трех, не помню. И чем это все интересно, что объект совершенно простой, ненавидящий, его нельзя рассматривать как полноценное произведение, но точность элементов, куда-то ставить, было бы интересно, тем более, он сложен такими подробностями, как при переключении рычажка стрельбых с единичных выстрелов на очереди раздается короткий рыб. То есть, наполняя свои рассказы такими штуками, они становятся интереснее, живее и более интереснее, круче читать. Итак, третий вопрос. Прошу назвать три примера из сети объектов, которые хорошо бы подошли в качестве использования как второстепенные, дополняющие фантастические рассказы. Я не помню точный номер объекта, я помню название красный лед. Нет, да, да, хорошо. Само действие его заключалось в том, что он внедрялся в состав живого объекта и все клетки вот этого живого объекта превращал сам в себя. То есть, в принципе, в чем плюс? Имеется очень достаточно логичный и понятный принцип действия и вполне для какого-нибудь сеттинга в условиях, не знаю, Арбитон Тарктиды в качестве какой-то аномалии местной вполне очень даже хорошо, мне кажется, подписалось как один из, скажем так, вражеских каких-то образований. Я просто на самом деле очень недавно столкнулась со всей вот этой вселенной, она для меня еще в новинку, я только начинаю ее осваивать. Насколько помню, с этим льдом нельзя было контактировать, если контакт происходил, все клетки вот этого объекта, ну как бы он внедрялся в этот живой объект и превращал, грубо говоря, в себя. Так как лед имеет структуру достаточно жесткую, клетки живые у нас, они как бы просто-напросто разрушались. Ну то есть медленная такая смерть, достаточно мучительная, болезненная. Было несколько людей найдено где-то там в, опять же, не помню, где в апартите, еще где-то, которые, на лицах которых застыл ужас от того, что вот эту вот боль они испытывали, переживали это все, то есть видно было, что это достаточно длительный процесс. Потому что холодно было. Потому что холодно и вообще выбираешь. Если было жарко, это все пошло очень быстро. Ну тем более. Да, точно, там с повышением температуры ускоряется все. Интересно, ну один, пока расхода больше не вспомню, второго, третьего. Ну так пока, помню еще был объект, который находился в гробу и его использовали в качестве оружия для борьбы с другими объектами. Это был какой-то мужчина, нет, ну не было. Ави, Ави, Ави. Ави ли был, собственно, да? Ави ли был. Ну вот, в принципе, он тоже может быть каким-то таким айтемом. Ну, допом вряд ли, потому что он на себя все перетянет. Все, все, все остальное. А здесь на стаде, что, да. Слишком бабусный, слишком крутой. Слишком жирно. Так, прошу. Во-первых, мне кажется, это бесконечный мешок картошки. Конечно, там есть просто шикарный, там есть шикарный рассказ по поводу этого всего, но его можно использовать как третий пиа на обед. Например, ну, люди, грубо говоря, путешествуют и у них здесь бесконечный, значит, опасный. Ну, здорово. Да, внутрь кальтика не лезут, да, и хорошо. Да. Такой простой, простой. Потом мне еще серебряное зеркальце, оно так называется, например, произошла смерть человека по неизвестным причинам и в каком-то, например, детективном рассказе оно могло бы использоваться как, ну, виновник в смерти человека. То есть какой-то злоумышленник продал его и, ну, могут быть различные варианты. Хотя оно вроде бы имеет инопланетную природу, например, да. И я еще думаю, что забыла. щелкнущий пальцем. к сожалению, такого объекта не было. Дайте мне некоторое время подумать и продал его. Секунду. Денис, не пылься в телефон, ты знаешь кучу право на наоборот? Я вспоминаю. А, я просто понял, что я тебе ничего не подарю и перестал что-то делать. Он гуглит, чтобы точно быть безупречным. Безупречным? Ну, раз спросили три, то я сразу и назову три. Первый, это объектив ACB 420J. Его можно использовать, я думаю, в любом рассказе, если нужно отдохнуть. Надо рассказать, какие у него свойства. Ну, аудиторитетный был похож, не всех могут помнить на интузе. Это наилучшая трава в мире. Ее выращивали с помощью различных других ACB объектов, которые улучшают какие-то свойства. И в итоге получилось что-то с чем-то, от чего всем становится хорошо. Там еще был рассказ про докол экспериментов, и там чуть ли не огромного количества разных ACB давали эту траву. Также следующий номер тоже не помню, какой-то из 2900-х. Корги Политен. Это на вид обычной корги, который сидит в парке. Но на самом деле его тело достигает в длину где-то 30 тысяч километров и проходится чуть ли не через все материки. 30 тысяч километров. Это же J-объект и все. Нет, это не J-объект уже. Это не J-объект уже. Я просто его не читал, но он по коржу по официально на том, что J-объект, объясню, это просто объект с индексом J, как J-объект, что объект вроде как подходит по свойствам под SCP, но скорее является шуточным, чем серьезным. Это маленькая ремарка. Так, услышь, хорошо, ищи. Ну, третий, пускай будет SCP-500. Панацея? Панацея, да. Панацея, думаю, куда бы она пишется. Отлично, что да. так. Сейчас пройдем быстро. Третий номер вспомнили. Это маленькая девочка, то есть, это, ну, девочка лет 6-7, которой невозможно принести вред, и она бы могла помочь главным героям в прохождении, ну, каких-то определенных опасных угроз. Вполне, вас, хотя... Ну, вполне, защищаются. Где девочки защищаются? Живой щит! Он был лучше Каином, у него такие же свойства. Девочка без АП, она не нанесет вред тебе самому. Да Каин тоже, все бы порвала. Хорошо. За себя или за подругу? Сейчас за себя. Вот параллел. Вот в русском филиале фонда есть два объекта, вирус Ницше, но его скорее можно как завязку использовать в произведении, извините, пожалуйста, и публиклась. И второй объект тоже из русского фонда пилота-машина. Его буквально растащили в фонде на составляющей части, чтобы изучить. И вот какую-то из этих частей можно тоже использовать как что-то дополнительное. То есть удалось починить и вставить в какой-нибудь другой объект, например. Вот. Такие мысли. Третий. Сейчас подумаю немножко. Пока пройдемся. Попал очередь, Давайте. всего один объект SCP-2000 экс-махина. Да, экс-махина. Да, есть такой. Она могла бы в каком-нибудь фантастическом рассказе про конец света быть использована для сохранения человечества. Такой любой ты умеешь. Ну почему нет? Дальше. Вот объект интересный, как мне казалось. 808 SCP, камни памяти. Их, скорее всего, можно было бы использовать как, ну, в какой-нибудь локации в рассказе, начнем в книге, где бы они входили в состав какой-то локации. Там, например, как же, собственно, он сейчас иходит в состав камней. Нет. Материал, из которого сделана библиотека. Да? Вот. что у нее свойство интересное, что он как-то забирает память у человека какого-то, и этот человек это забывает, а на камне они остаются. И потом другой человек может просто вспомнить все воспоминания другого человека. И это могло возможно быть интересно в какой-нибудь вселенной рассказа. О, только что-то было в Реднии Морте, когда они воспоминания были. Например, да. Ну, что-то типа того. В смысле, из Панхалов воспоминания меняли? Да. То, что они... А это будет происходить просто случайно, потому что, опять же, типа там стены там как-то касаются его. Еще интересным было бы увидеть этот мозговой краб, но... мозгового краба, потому что, ну, его можно было бы просто использовать как монстр какого-нибудь, и как вирус. но это было бы получилось что-то вроде чужого, наверное, потому что там инфекция, типа убивает людей, и не круто он убивает этих крабов. И еще вот объект из Красного моря можно было бы использовать, потому что, как по мне, прям очень интересный объект. Ну, он не побочный, я бы не побочный. Ну, вот, да, не побочный, а вообще... А может быть, можно было бы как побочный использовать, попробовать. Окей, услышал. Почему нет? Ну, мне кажется, то, что для какого-нибудь рассказа такого типа хор-комедии дошли бы такие, как, допустим, диск с порнографией, можно было бы считать как-нибудь искажение на видео, но, если бы, это же бавлено сложно. В этом же рамке можно было бы уместить таких прикольных и смешных когда-либо это, я считаю, это миска с конфетами, вот, это, которые, если берешь больше двух штук, я руки отрываю. Такое тоже бы, и, допустим, какие-то болезни, и это все, то есть, как-то можно было в один какой-то сеттинг именно такого комедийного уместить, мне кажется, было бы интересно. Слышал. Хорошо. Так, давайте еще сюда и там двое. Да, сейчас закончим здесь, третий номер. Можно я сразу кину идею? Давай. Отлично. В общем, пилоты-машина изначально в сеттинге это нечто, что пришло из другого мира. Оно могло принести вирус, вот этот вирус не еще, и его можно было бы попытаться излечить с помощью песни «Бытия». Я прошу прощения, но в пилоту-машина там у меня это 682 механик говорит. Там надо почитать комментарии, там раскрывается. Согласна. Но тем не менее, это все равно объект из другого мира почему бы нет? Как здорово, что у нас сразу же происходит фильтрация гениальных идей. Что-то пособие снорели, что там не гениально, но проще. Ну, я считаю, что объект номер 105, Айресу вроде зовут, с фотоаппаратом, могла бы вписаться в какой-нибудь детектив как свидетель с фотографией, в которой она могла что-то увидеть, ну, как в принципе и в самом описании, либо в каком-то приключении при помощи этого фотоаппарата как-то влиять на объекты, на которые по-другому не повлиять. Дальше корабль «Солидарность» очень хорошие объекты, там слишком огромный и тупой. Ну, можно сделать как Макс Гаффина, то есть, что он где-то существует, люди к нему стремятся, но, по сути, действие происходит не на нем, а, так скажем, он является целью. Ну, третий, ну, как сложно, так все третьим идет. Третий. Да. Третий. 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 Ну, 999-й, мастер, который щекотится, по-моему, он везде подойдет. Диальный. Третий. Денис, на гугле. Давай. Я на гугле, я быстро пробежался по списку названий, чтобы помнить. 4 тысячи, чтобы пробежал, хорошо. Значит, чтобы использовать объект в качестве какого-то второстепенного, не сюжета, образующего элемента в рассказе, это должен быть какой-то инструмент с очень простыми свойствами самим по себе, но чтобы герои могли его использовать. Во-первых, это, естественно, отмычка. Пятый объект. Молодец. Это объект, который позволяет открыть любой замок, в том числе электронный, механический, висерчий и так далее. Во-вторых, это может быть, как ты привел пример с живым оружием, может быть, воинственные браслеты. У них очень простое само по себе свойство, и оно генерирует непонятных аномалий. Просто надеваешь на руки браслеты, вставишь позу лучника, и когда ты отпускаешь этот звук, у тебя из руки вылетает кость и поражает цель, а потом твоя рука мгновенно регенерирует. Но при этом все равно больно. Да. Вот. Ну да, конечно. При этом все равно больно. И я подумал еще, что было бы прикольно в какой-нибудь рассказ вставить катану, кажущейся неуязвимости. Она очень простая тоже. Это такой меч, ты берешь его в руки, и когда ты его держишь в руках, ты считаешь себя супер неуязвимым ниндзя, но на самом деле твои способности никак при этом не увеличиваются. Ты все еще не умеешь тратиться, ты все еще такой же абсолютно человек. Но просто у тебя относительно своих собственных способностей возникает некое предубеждение, и ты там бросаешься в войну врагов и пытаешься этим мечом зарядать. Вот. Чики выходят. Да. 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 Все, все. Генеальные мысли сходятся. Все. Вы все были прекрасны. Мне кажется, что любой объект практически класс который является коробкой может быть использован для объяснения почему безумные ученые сделают то или иное. Почему вы развернули четвертое изменение? Ну, потому что в крайнем случае публику мы откатим. Почему мы сделали сервис лист? Ну, есть же подземный комплекс, который все восстановит. Потому что это самое достаточно сложно, как мне кажется, объяснить, почему какой-то безумный ученый сделал какую-то безумную чушь, которая все-таки сработала. Потому что может. А помимо. А зачем что-то? Презуменно. Что-то наряде зачем что-то по-группу. Он безумный, он просто может. А, ну вот, ставим два. Да. Новый голос. Дадим возможность еще кого-нибудь послушать. Я считаю, что в качестве второстепенного персонажа во множестве фантастических вселенных, практически, мне кажется, в любых можно использовать личность, которая известна как Лорд Блэквуд и его приключения. Потому что он путешествует по различным вселенным и как второстепенного персонажа, никак не связанного с остальными, можно использовать его как... И, кстати, он является объектом в данный момент. Так что, я думаю, подходит. Ну, подходит. Так что, я думаю. Хорошо. Ну, поставь. Еще идея. SCP-3688 в сеттинге сорванного маскарада. Это объект, который... Это, как бы сказать, танец, с помощью которого можно сделать такие штуки. Например, щиты, даже разделяться себя на копии или даже сливаться. Или даже сливаться вместе. Ну, и было бы интересно посмотреть, как бы, обычные люди пользовались этим объектом. Это ведь просто... Это ведь просто танец. И как много бы проблем из-за него бы начало появляться. То, что постоянно ходят другие... Разные копии. Преступные банки начали еще быстрее развиваться с этим самым объектом, который фонд использует в качестве своего вооружения. Андрей, можно еще, пожалуйста? Тут человечище тянет руку уже в целую презентацию. Я просто... Мерзгазон. Да-да-да, я... Я думаю, что кто убил Джона Кеннеди отлично подошел к фильму какому-либо об этом сюжете. Так как люди, главные герои будут думать, что убийство совершил какой-либо человек, то есть снайпер, а на самом деле это окажется секретный объект. Это степень, да, служебный продюсер вообще. Вот это Маша спросит. Сейчас. Маша. Воспользуюсь служебным положением, не конкурсом. Вчера, когда с подругой филологом обсуждали этот объект, то она догадка. Она говорит, о, так это же уже было. Раньше филологи, когда у них не было интернета, собирались втроем-четвером и вслух читали гомеры. До тех пор, пока они начинали все до самого вечера говорить гигзаметром. Соответственно, что за объект мы обсуждали? Письма, письма плетеного письма. Письма плетеного письма отличны с этим, тем более это челлендж для автора, потому что если кто-то из героев случайно прочитал, то ему придется до конца книги речь, что о героях писать, соответственно, стихами. Это хороший челлендж, по-моему. Круто. Вот это круто, например. Спасибо. Уже вспомнили сегодня, одному удалось сбежать антимиметический объект, на котором основан антимиметический хаб. Очень крутая и почему-то еще идея, которой мало пользовались фантасты, собственно, антимиметика. Да, Андрей, наверное, скажет, что это как-то сеттингообразующий элемент, но на самом деле это такая широкая тема и она настолько страшная, я просто поясню, это ситуация, когда человек исчезает для всего окружающего мира, то есть о нем забывают все люди, его перестают воспринимать, это как вариант человек-невидимка, только тебя еще не слышат, не читают твои записки, то есть ты оказываешься в каком-то изолированном опоне и даже иногда законы физики грубо говоря перестают тебя учитывать, при этом расстаешься жизнью. И это описано в объекте 3125, но я думаю, что можно отойти от конкретного объекта и развивать эту тему, что-то похожее было в черном зеркале. Это пока что использовалось только в крепи-пастах, но мне кажется, это очень крутая вещь, которую стоит использовать фантастом. Согласен, хорошо. Так, ну что, наверное, сейчас запись во-первых, наверное, было бы в каком-нибудь рассказе упомянуть попадание зеленой слизи на мертвые тела. в каком-нибудь рассказе мог бы быть человек, подобный доктору брайту. Ну, почему нет? То есть, с возрождением. Смотрели, чем поехавшим к смертным доктором. Согласен, хорошо. Так, кому же греть подать? Денис, ну, у тебя на самом деле, несмотря на то, что я тебя ненавижу, у тебя был максимально четкий, структурированный и точный ответ. Да. Максимально. И твоя века реально как именно дом-объекты для сеттингов, подошли бы классно. Было много классных примеров, но у тебя бы они были прямо в точку. У тебя еще нет билетов на лист? Нет, еще нет. Ну, бери тогда. Ура! Давайте поблагодарим, отдаем Дениса. Ты продолжай отвечать подключение, я тебе больше билетов скажу, что ты очень недавно. Слушаюсь, одно удовольствие. Так что, Денис, в следующих вопросах, пожалуйста, продолжай. Вот, переходим, главное, к тому, что еще можно использовать. Есть еще два раздела, которые хотелось бы обсудить сегодня. Мы обсудили побочные ССБ-объекты и остается, во-первых, ССБ-объект как основа сюжета, то есть, грубо говоря, какой-то ССБ-объект, который ставится по главу угла и ради которого книжки пишутся. Какая-то аномалия, какой-то предмет, люди, может быть, хотят его изучить, хотят его достать, может быть, это какой-то артефакт, который позволит им спасти их цивилизацию и нужно сначала его раздобыть, собрать, сделать. Грубо говоря, как в этом элементе, чтобы им нужно было делать определенные действия и это бы спасло их книг. То есть, что вы можете вспомнить, я сейчас бы сказал, что вы можете вспомнить из таких объектов, которые можно взять за основу цельных больших рассказов, а потом мы, ладно, перейдем к теме, чтобы вы просто их тоже, вы уже бы дифференцировали, SCP-объекты как основы для сейтинга. То есть, грубо говоря, не просто сюжет, что люди, SCP-объекты, используются напрямую, чтобы еще с ним делать сейтинга. Именно SCP-объект создаёт целый мир пространства. В качестве примера для первой темы я приведу, допустим, как основу сюжета, как Дитя-Ведьма, потому что это, по сути, объект, который может перекрыть, по сути, весь объект по своему желанию и можно построить сюжет в фильме или книге о том, как этот объект появился, о том, как его пытались поставить в задержание, о том, как пытались поставить под контролем свойства, а как это не вышло, чего он может привести. Тут есть о чем подумать и о чем рассуждать. Очень мне нравится также объект, который сюжетно образующий. Это особые требования персонала, потому что, по сути, там уже в этом практически готовый сюжет. Сюжет, по сути, фильм, где можно вымышать произведение, где, скорее всего, будет плохой конец. Конец в претензии. И это рейтинг, ты не боишься? Рейтинга? А там будет показана процедура с токином? Да, будет. Будет, но потом всем ведут в мезьяк. Ты вазла. Ты самим попросил. Да, самим попросил. Вот. Сеттинг образующие объекты я имел в виду чуть другую категорию объекта. Это, допустим, объекты с Красноморя, где, по сути, объекты формируют целый мир отдельно, с отдельными правилами, отдельными законами и отдельными вложенными объектами внутри себя и так далее. И тоже хорошим примером было бы объектных объектов дворей это Семина нации. Один из лучших объектов, который я читал, это, по сути, реально построенный отдельный сеттинг, в котором можно сделать кучу разных произведений, которые будут в виду одного и два объекта. Так вот, для начала давайте обсудим именно SCP-объект как основу сюжета. Какие SCP-объекты могли бы вы предложить? По сколько мы называем, Андрей? По одному. По одному. Объяснить, почему? И как? Что-то будет делать? Она хочет говорить сама. Ого! Друзья, давайте поаплодируем. Солик, одолевает барьеру. Я не очень помню, как вы назвали. Насколько я помню, этот объект из Красного моря это камень, который в каждой руке меняет свет и человек с этим камнем может пройти через зеркало, попадая в определенный мир. Это вторая тема, в которой мы обсудим. Я просто подумала, почему-то вокруг этого очень бы много закрутилось. То есть, по поводу... Это можно целый ряд сделать рассказ. Ну да, я думаю. А сейчас бы интересно послушать какой-то один объект, по которому можно выделенное, изолированное произведение писать. Ваш ответ мы зачитаем во втором, а пока что идет дальше. SCP-001-фабрика. Интересный вариант. Могла бы... Мог бы быть рассказ с экспедицией в фабрику, попыткой ее уничтожения. В принципе, как и само описание этого объекта, но более подробно... Почему нет? Хорошо. Окей. Дальше. Ну, можно просто посрочно, как разговор по телевизору второго. Ну, был еще объект, такой, не помню, как он называется, но вроде портала, какое измерение с цивилизацией по ту сторону, которая... Как видите? Нет. Это крутой объект, и вы по нему только что адресовали арт, его еще никто не видел, мы никуда не выпадали, мы его сейчас восходим. В самом описании ничего нет. Все кроется в записях протоколов эксперимента. Как ученые фонда, они общались с цивилизацией, которая расположена по ту сторону этого портала. И та цивилизация сделала огромный прорыв в области физики. И у них была проблема с биологией. Наши ученые создали лекарства для их болезни. Но вместе с этим... можно отметить, что из-за несоблюдения техники безопасности болезнь — это обычный вирус гриппа, который проник из нашей вселенной в их вселенную. и ученые фонда создали лекарства. Но у лекарства был побочный эффект бесплодия. И красота просто вымерла. И не вымерла, а начало вымирать бесплодие. И они объявили нам войну. Это круто, это интересное цельного наблюдения. Согласно. Возможно, можно было бы использовать объект «Наживка». Потому что... Почему? Потому что там уже в описании объекта там уже были... Ну, как бы... Те, кто наблюдали за этим объектом, они уже видели примерно, что происходило в эту сторону измерения, из которого пришел объект. И можно было бы построить сюжет на том, как фонд, опять же, пытается разгадать вообще для чего этот объект сюда прибыл. И... Как его? Какие последствия вообще могут быть с его пребыванием сюда? Ну, опять же, уже очень много раз мы его упоминали. Это Ави. Мне кажется, было бы очень интересно увидеть его произведение, где... Хорошо бы... Подробности бы артистов и сказать, Ави находил бы подход к каждому ОЦП, чтобы его уничтожать. Это достаточно... Ну, он не столько находил подход, чтобы выбраться и увидеть всех всех человеков. Это тоже как бы... Как он-то пытается все это сделать, то есть, как вот он... Ну, интересно. Это решение к ОЦПОРАТе. Это очень интересно. Спасибо. Дальше идем. Ну, что ж, я думаю, возможно, немало известных объектов покончить с войнами. Мне кажется, было бы интересно эту группу объектов изложить фильмы. То есть, как там это все происходило? Не знаю, предыстория. В конце концов, там же писта, только речи тех, кто предлагал это оружие. И, собственно говоря, уже конец событий. Начало и конец. А промежуточного какого-то, не знаю... интересный вариант. Или предыстория. Согласен. То есть, напомню, что проект-объект это, по сути, противостояние двух ученых. Ну, в каждой армии было бы только по-ученому. И они применяли свои возможности, чтобы их армия победила. И одним из... Постоянно они из этого воевали. И одним из ключевых врагов всего этого объекта было то, что было, по сути, на это бессмертие, которое не давало умереть воинам противника. При этом они мучились в стране. Всегда. Такие бы раны не получили отрывать руку, ногу, голу, плавом разорвать. А при этом ничего... Он ни разу мучился, только надо мучиться. Так. Дальше. Посмотрят еще. А? SCP-970 Это аномалия, которая... Пространственная аномалия. В ней... Смысл в том, что когда-то... Это... Она повторяет одну и ту же комнату с других сторон из двери. Ну, не знаю, как описать. Ну, в общем, когда ты проходишь через дверь, то идешь опять и еще открываешь дверь, то попадаешь в это же место, только уже с другой стороны. И как бы в каждой итерации немножко изменяется вселенная. И чем дальше ты заходишь, тем... 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 больше изменения и искорожения, как бы... Например, в одной итерации была команда истерская жива, в другой уже кто-то убил ее, а в следующей уже никого не было, но... Вот так вот. По-моему, 970, да, это экскурсивная комната. И это такой, как бы, лайковый эффект этого... Тора главарной рейтопричинности, который не сразу все меняет, а помаленчик, скажем, в атерации проходил объекта, изменения все более и более видимые. Здравствуйте, что у нас к этому приятно? Отлично. Здравствуйте, я прежде хотел бы сделать небольшое замечание по поводу бессмертного войска. Мне кажется, есть уже похожий фильм с таким сюжетом «Ночной дозор», в принципе. Как бы, там все начиналось с отражений, да, потом они были вынуждены прийти к примирению. Вот, а что касается объекта, я думаю, оставшиеся люди с поднятыми руками, ну, возможно, кто-то из них сейчас меня возненавидит, потому что я вспомнил деда, который имеет такую штуку, как карманные измерения. из названия понятно, что я думаю, это в тему будет. Да, согласен. Вам не нужно узнать. Насколько я помню, один из рассказов, который не считается аноничным, но такая любопытная фантазия, он называется «Фантазия о лучшем мире» или как-то так. И там как раз было предложение «Фантазия о том, что будет, если использовать некоторые объекты для улучшения нашей Вселенной, нашего мира и многие из них описаны довольно-таки поверхностно, но в целом каждую из этих идей можно раскрыть для полноценного произведения. Как использовать нож, который не позволяет никому тебя атаковать и насколько это сложно будет сделать, захватить этот объект снова. Весь небытия, насколько я помню, там же используется вирус часового механизма, по-моему, тоже применяется. всеобщее использование панацеи и еще языка, который меняет твой разум и делает тебя неспособным на какие-то насильственные действия и вообще проявление атаксии. Ну, по-моему, можно опытом использовать. Каждый из этих объектов может стать основной для полноценного произведения. Согласен. Очень хорошо ты мне очень понравился. Да. Павел. Девушка по имени Айрис и ее фотоаппарат я думаю, что детективом с этим мне было бы очень интересно. Например, она помощник детектива с помощью своей способности проникать внутрь фотографии она могла бы изучать при мелких объектах, которые скользают из поля зрения добывать улики и с помощью этого разгадок дела. Либо сестра солнца. Например, все хорошо на земле идут по всему миру радиопомехи и приятный жадский голос на французском языке обещают, что земля готовьтесь придет такое небывалое мощное существо, которое я не смогу остановить. Думайте, решайте, что делать. Да, по-прочему, маленькое стопление. Напомню, что сестра солнца это умель объект, девушка, которая висит в космосе, я буду говорить, я ее наблюдаю, что похоже на девушку, телескоп и так далее, у нее каждая рука указывает какое-то краснадство космоса, откуда может притекать угроза. У нее может быть не две руки, а в отношениях можно ввести третью, четвертую. И в описании распространенных вещей между разными объектами в корабле Соледарность был сделан в одном из отсеков макет этой «Сестры солнца», которые и там были описания указаны, как использовали другие расы в других измерениях этот корабль, когда он ему нужен. И когда пришла какая-то большая угроза, видимо, то, который Денис должен часы подсигнализировать, эта штука отрастилась какому-то тысячу рук в одну точку. Но с чем он закончился, никто не знает. Во-первых, хочу сказать, что любой рассказ, например, про путешествия можно с легкостью превратить в рассказ про то, как кто-то пытался заехать до статичной радиомачты, типа путешествие из Петербурга в Москву на это превратить. Легким написыванием нескольких абзацев. Но вообще я хотел сказать вот что. Я подумал о том, что интересно было бы вспомнить какой-то объект, в описании которого есть какой-то клиффхенгер, то есть сюжетная зацепка, из-за которой ты хочешь прочитать продолжение, которого нет. И для меня это, например, объект стартовый набор. Это значит объект такой настольная игра, на ней написано, что это стартовый набор, есть продолжение, оно неизвестно где они, и в ней есть книжка с описанием правил, это игра типа RPG про магов, и если выполнить то, что написано в этой книжке, то у тебя действительно получается создать защитное поле, фейербол простенький пустить и так далее. И написано, что это первая версия, типа ищите продолжение, более продвинутые версии в следующих частях. И все, это единственная коробка, которая есть у фонда. Спасибо большое. Мне как раз Александр навел на мысль по поводу использования кастых объектов сейчас, когда чемпионская драма времен Холодной войны и кто-то из сотрудников фонда похищает объект, не помню номер, называется Медас для летных и пытается при помощи маленького пени обогрушить экономику Америки. Я считаю, что подошел бы объект ненавидящая плоть, который по сути представлял собой вирус, который превращал людей в страховидных. И у них была отдельная выделенная территория, потом они ушли под землю. Мне кажется, интересно было бы почитать про... И вот опять. я бы хотела предложить целую капну объектов. И я считаю, что самым 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 считается оркестр школы Кирк-Лонбу 1976 года выпуска. То есть был школьный оркестр и значит в определенный матч они, можно сказать, произвели очень большую аномалию и очень опасную. И поскольку с этим же 76-м годом связано еще несколько объектов, то есть, например, вы не видите трупов в воде, то есть это моя любимая гометическая угроза. и еще подальбом 76-го года это все можно было бы вписать в какой-нибудь триллер о подростках. Ну, такой триллер категории три триллера категории вот. Что-то было бы интересное. Почему нет? Так. Ну, в качестве какого-то психологического триллера или даже ужастика можно было бы поставить ECB 3930 источнику порядочного крика. Это место где-то в России, но которого как бы нет. О нем может знать только семь особенных человек. Человек больше нельзя, а то остальные начнут сходить с ума, так как у них в голове появляется какой-то непонятный упорядоченный крик. И вот эти семь человек, которые должны изучать по сути то, чего нет, они не могут запросить помощи, ничего, только должны сидеть и пытаться либо понять эту аномалию и минимизировать от нее ущерб, либо уничтожить. И нельзя в нее заходить, иначе ты просто исчезнешь, исчезнешь слеза земли. Друзья, кто еще? Чтобы не потерять никого. Объект 807 «Мир без людей». Тут может быть два развития событий, либо захват этого объекта кем-то, кто хотел бы уничтожить. Он довольно простой в плане идеи. Либо исследование, что например это какой-то на самом деле был заговор или еще инопланетян, тех же, которым просто эксперимент не удался, они такие не можем забрать и улетели. А как насчет религиозного заговора с экстрактором душ и многокрылым ангелом? сильно. Сильно. Это об объектах степи ангелы будут пытаться выкрасть, экстрактор душ тоже пытаться выкрасть и во всем этом построить гегемонию единой религии, например, христианства и сделать это чем-то вроде высокотехнологичного крестового похода. занавес. Меня внесло, простите, пожалуйста. Ничего, ничего, это очень здорово. Все должно уносить в этом вопросе. Последний, Андрей. Если мы здесь не берем объект, который создает свой собственный сеттинг или хаб, тогда можно взять объект, если не ошибаюсь, называется жертва войны. То есть существо в противогазе, в костюме РКБЗ, к которому прилип собственно, можно описать его биографию, как же он дошел до жизни не такой. То есть был обычным человеком и вдруг случилась какая-то ужасная война и все хуже и хуже и собственно огромное количество часов он начал проводить в костюме и затем его перенесло вообще в какое-то параллельное измерение где его пытаются изучать. Мне кажется, это интересно. Согласен. И схожий объект был еще один про майора Александра Белитрова. То есть он тоже был может быть по скелете, который к нему прирос тоже из-за боевых действий. А еще людей в юношеском возрасте помещали и вот так чтобы они воевали максимально эффективно. Система цепляции воздуха замкнутая и так далее. Спейсмарина. Да? Спейсмарина. Да, да. И одна из них зависит в нашем реальности и вот про него был рассказ. Согласен. Интересно. Так. Ну что, в принципе, сколько интересных было идей. Ребята дали классные идеи, но они даже так идут на выставку у них там будет. Отвечаете быстро? Идете на выставку? Не успели. Не успели? А планировали идти? Ну, со стенами не успели. Дальше посмотрим. Ну, хорошо. Думаю, это самое. У ребят еще там. Они много раз были на выставке, у них еще будет возможно. Так что это самое. Девушки за многократные объекты отлично работают. Да, да, это вы! Аплодисменты! Мы увидим тут девушки еще на выставке. Ну и последнее, что хотелось сегодня обсудить, это сеттингообразующие объекты, то есть какие-то объекты максимально широко описывающие Вселенную. Как я привел примеры, вот это то, что Маша от меня ругалась от самого 331 по сообщению с персоналом. и доходим до объектов сеттингообразующих. Это объекты Страхного моря, где построили по сути целый мир, который можно сказать через портал, открываемый партии факта на зеркале и в этом мире учат свои правила, свойства и так далее. Больше, там много больше. Аналогично вот про объект, до цены нации, где по сути целый мир построен, то есть целый мир, в котором можно делать множество произведений, рассматривать с точки зрения руководства страны, с точки зрения рядового... То есть уже тот самый майор в экзоскелете, который уже упоминался, там очень грубыми мазками, но все-таки сеттинг описывает то, из которого он пришел. То есть там есть какие-то инженеры, по-моему, приходят откуда-то из-под земли и которые создали вот этот экзоскелет, что это совершенно какие-то не существа, они чуждые человеку. И там из таких деталей создается довольно грубый пример, но все-таки облик мира. Это? Согласен. Сотдаким было бы очень интересно. Да, согласен. Смотрите, 507-й, он является очень хорошим объектом как и для полноценного произведения, но мне кажется, его можно было бы включить в сеттинг, то есть он случайно переместил другого агента с собой, нарушив правила, ну, другое измерение. Это можно было бы выбрать измерение, где как раз полная темнота, улыбающийся человек, ну, потому что оно довольно мистическое, и в нем было бы очень интересно разворачивать историю, в итоге через некоторое время 507-й исчезает, можно было бы написать о приключениях этого агента. Согласен. Хороший, очень рад. Сейчас, если бы я знакомлю, что такое 507-й, для тех, кто не помнит, это не любитель ходить между мирами, скорее, при нём можно даже сериал снять, каждую серию брать с одного путешествия, то есть это человек, который телепортируется в другую реальность и в другую вселенную измерение вне зависимости от своей воли в какой-то случайный рандомный промежуток времени. Он тут на дом отбежал, и он исчезает, появляется в другом мире, в другом месте, не поймёт, где может, в пустыне, может, в болоте, может, вообще, не поймёт, где. И обратно он телепортируется через тоже иное промежуток времени, тоже достаточно хаотичное. Ему нужно выжить совершенно непонятное условие в тот момент, как он несёт обратно. И через 3-3-две он снова отправится не поймёт куда. Если кто-то будет держаться за руку или там трогать его по интермещению, приместиться вместе с ним. И там можно целую кучу сделать рассказы. Это такой спинок будет про агент. Есть, разгуляться. Мне кажется, с экономно-образующими объектами можно было бы выбрать какие-нибудь ключевые объекты связанных организаций, к примеру, тот же хребет гидры длани змея, разбитого бога или в одном из рассказов про «Теперь всё путём» был описан некий их город, в котором нарушены законы физики. Почему нет? Любую связанную организацию может действительно использовать как с этим образующей вещью. Так вот, прошу, сюда. Ну, это не совсем один объект. Это огромное количество объектов, у которых номера просто зачеркнуты, у которых, по сути, нет номеров. В огромном количестве статей и рассказов были использованы какие-то ACP-объекты, у которых нет описаний, нет собственных файлов. Есть просто ACP и перечеркнутые номера. Вот можно было бы построить огромный мир таких объектов, которых нельзя найти. Сложно, но можно. Почему нет? Так. Абсолютно нормальная старая добрая IKEA. На этой потрясающей идее можно сделать сериал на пару сезонов, который будет представлять собой что-то между офисом и мерклячьими. Ходячьими. Мерклячьими. Потому что этот объект был затронут только слегка в дневнике человека, который туда отправился. На это можно сделать целый мир, можно прекрасно развить характеры разных персонажей из разных мест земного шара, которые туда скинуло, как они там выживают, как они проживают всю жизнь. Смогать в этом виде фонда, который пытается и спасти. Спасибо большое. Во-первых, есть просто объекты, которые представляют собой некую огромную неисследованную территорию, например, подземный город. И про это можно писать и писать рассказы. Даже коллектив авторов, наверное, может писать рассказы. И во-вторых, я даже такую идею в каком-то научно-фантастическом произведении встречал. Есть то ли один, то ли два объекта, которые позволяют перемещаться в какие-то произведения, в другие книги. Один, по-моему, есть объект подставка для книг, и она генерирует вокруг себя пространство, то, что описано в этой книге. А другой, по-моему, другой объект, который позволяет прям что-то поместить внутрь произведения какого-то. И я встречал рассказ вроде бы как раз у Лукьяненко про то, что есть шкаф без одной ножки, и если под эту ножку положить книгу и зайти в этот шкаф, ты попадаешь в сюжет этой книги. Ну и, соответственно, естественно, можно по этому поводу генерировать много-много-много разных рассказов. Круто. Отлично. Вспомнилась еще недописанная летопись, которая как раз описывает судьбу и историю целой цивилизации. И очень фрагментарно, опять же, очень поверхностно, но эта история в описании объекта упоминается. Если раскрыть это, из этого тоже может получиться полноценный сетик. я могу рассказать про экстремиарное пространство, это уже как бы аномалия, то есть, можно сказать, связанная организация. Вот. И про это рассказывать, да, можно? Со что угодно. Хорошо, тогда библиотека странников. Это такое место, где экстремиарное место, неизвестно, какого она размера, и попасть в нее можно из разных уголков мира, возможно, не только на земле. И проход в нее обеспечен не всем, потому что места очень хорошо запрятаны, и эти пути, их много достаточно. Вот. И предположительно ее используют длань змея как место для расположения своей базы. То есть, в этом библиотеке можно узнать много знаний различных, и обо всяких аномалиях, возможно, тоже есть. Вот. Там есть разные работники, то есть, те, кто складывают книги, защищают библиотеку от чужих людей, или существ, которые нападают с плохими, как сказать, намерениями, чтобы разрушить или украть книги, то их забирают, как бы, и я точно не помню, то ли их на время забирают, если они что-то не очень плохое сделали, либо навсегда и их уже не увидит никто. Вот. Там много чего можно рассказать, я совсем не помню, потому что читал достаточно давно уже. Вот. Но очень интересная штука, на нее можно было, даже можно, наверное, фильм снять, или рассказ, точно взять интересное. Друзья, еще кто-то хотел? Я не помню точно, как называется объект, но, по-моему, это создание доктора развлечудова, фургон, который меняет свое содержимое в зависимости от требований к нему. то есть, ну, я вижу такой криминальный фантастический боевичок, что-то в этом духе. Где бы грабители использовали этот фургон? Ну, давайте, па. Что ж, я думаю, что можно использовать так, не знаю, например, скромненько, вот. Всех стал вопрос о его происхождении, я уверен, кто читал. То есть, был инцидент, когда он нарушил свое содержание и убил альпиниста профессионального. При этом, попутно, один из ученых, адресная скромника, занимался исследованием его происхождения в Гималай. Но, ведь никто так и не знает его происхождения. Так почему бы не сделать его происхождение? Ну, логичный вопрос. Так, девушка, спасибо большое. Так, Так, да, можно, конечно. Объект термодитания в этой тюрьме находятся невероятные существа, но в течение времени тюрьма ослабевает и сколько времени эти существа могут выбраться изнаружи. Это угроза мировой войны, эти существа превосходят людей невероятное, тысяча раз по силе, по интеллекту. И можно завязать на том, что люди пытаются найти способ эту тюрьму удержать, чтобы никто оттуда не вылез с помощью смотрителя. У него же есть данные, он же присматривает за этой тюрьмой, собственно, ряд ученых и смотритель думает, что делать. Как для отдельного фильма, наверное, сеттинга слишком зарегистрировано. Неплохо было бы увидеть фильм, где проводится еще одна экспедиция в Алло-Озеро. сеттингом. Напомню, про просеттинг мы говорим где-то. Алло-Озеро это не сеттинг. Слушайте, как это все произошло. Я тут прошу. По тюрьму на самом деле очень простой ответ про сеттинг. Как только из нее вырываются все эти существа и ее питатели, это уже становится вполне себе сеттингом. И ссори, в котором можно уже выживать. Апетит приходит во время еды. Я думаю, что Мария мы и закончим. Да. Вспомнили Термо Титании. У меня сразу вспомнился тысяча смежных человек, которые нам рассказывают, что до человечества на Земле существовала высокоразвитая раса с биотехнологиями, которые человечество в свое время уничтожило, ну, почти уничтожило, используя их же технологии. Но как бы эти ребята дремлят и в какой-то момент возможно вспомнили хратерского классного людей. То есть тут можно много фантазировать и тоже положить это в основном какую-то историю. Как я ладусь вирус, это не заражение, 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 я услышала про вирусы, я больше не услышала. Спасибо всем огромное, отлично все было. Я думаю, что пора закидать ребятам, короче, потому что за максимальное понимание вопроса. Ну, акропаген, прохождение, прохождение, прохождение. Их можно использовать в любых произведениях, фильмах, книгах, в чем угодно. Книжки, которые мы тут сейчас представляем, это посудит точка входа. Точка входа в эту вселенную, потому что, когда ты заходишь на сайт, глаза разбегаются, не знаешь, чего начинаешь, что читаешь. Слишком много информации, которая не прочесть вообще никак, потому что слишком много. Слишком много людей увеличили процесс. И новые статьи пишутся быстрее, особенно в реальной версии, чем соответственно спасибо еще раз всем огромное, что пришли, что обсудили с самой достигнутой нашей любимой вселенной. Жду вас на выставке, кому интересно, заходи в наш танк, выставка, большой фестиваль будет в пространстве арт-плей в следующей войне, в субботу, в воскресенье я и команды показывают всякие физически опасные для жизни и здоровья опыта. Нарушают второе содержание. Кому а вот самое что интересное, чуть не забыл. Давайте всеобщим мнением решим, кому достается последний приз, книжка. Влезь, я разыграл, а книжка осталась. Так. У меня ответ. Я прям хотела, чтобы вы подписали, но подумала, не нужно. Так что есть еще один супер приз, который нужно дать самому активному. Я думаю, что можно дать девочкам, потому что билетика им, к сожалению, досталась. Нам что ли? Да. Вы же девочки. поделитесь, 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 поделитесь. И вы друг с другом точно поделитесь, мы можем из-за педагога. Да, да, да. Субъект на немножко правой книги. Слева 682-я, а это... Это... Харби-робот, который пошел из-за деревни, а ему навстречу выходили разные штуки, то есть они же могут принимать любую форму слипшихся тел и организмов, людей, хорошим заболеванием. Вот эта штука, и мы навстречу, где они сружными мы шли в разные стороны. Можно вопрос? Можно вопрос? Когда только вышел второй артбук SCP, у меня кусок фандома трансформеров очень сильно заподозревал схожесть обложек с Оптимусом и Мегатроном по цветовой гамме. Это как-то так и было задумано, спросил фандом. Нет, так получилось случайно. Где интересно? А что на критингу надо делать? Утрасить силу? Юникрона. У Юникрона там охра, зеленый и серебро. Хорошо, я очень люблю. Спасибо. На карандах. У меня еще вопрос. Вы сказали, что будет третий артбук и сказали, что потом будут отдельные комиксы. Наверное. Да, и будете ли что-то создавать про персонал, рассказы по ним, потому что персонал из себя фандейшн это отдельный ветвь, который очень интересный. Принято, что это стоит рассказать. Смотрите, почему я так долго еще сделаю третий артбук и почему же я даже задержусь своего выхода, потому что мне будет тот материал, который не был помещен в сервере два дома. Здесь, кроме объектов, мы же видим еще, допустим, окружение, то есть, всякие комнаты, освещения, которые в реконе, а в третьем доме мы хотим поместить как раз отдельный разворот, отдельный раздел под персонал и отдельный раздел под реперовку. Это оружие, это амнезиаки, и то есть все подряд совместить в один единый раз. для чего? Чтобы по сути книжки задали соцсетинг фонда, который можно использовать, если кому-то из знавистых режиссеров не может подмогаться, как готовы легалы, чтобы снять кино, чтобы они просто смотрели, как это должно выглядеть и реализовывали. Ничего не выдумывали. что такое SCP-579? Там даже название его написано засекречено, а все тогда либо данные удалены, либо информация не непонятно, что это такое. Какой дулино? Требуется годы уровень допуска. А как это получается, как персонал все-таки витон по призыву сотрудника Дэн будет включен в книгу? А то откуда-то их такое количество до сих пор непонятно. еще раз откуда-то витон так вот витал по их призыву точно нужно успеть его он описан на сайте его сам ждал в книге не знаю будет ли описано посмотрим может нет там не так интересно все с другой стороны можно выделить несколько разворотов как мертвых сотрудников в разных разных объектов да одессит друзья мы плавно перешли к форуме вопросов и ответов давайте тогда подошло у нас есть буквально 10-15 минут на это так что будет ли разворот про противостоящий фонд у организации типа коллективонии redline змея по францам и так далее отличный вопрос смотрите в рамках этих арбук нет то есть я сюда решил специально чтобы не путать аудиторию которые фонд вновь я не наносу специально ни объекты социальной организации иначе имеющие отношения ни объектов много практически огромные тесны пресенок потому что сверх не джей объектов ничего что отходит от основных но все отдельные ветки можно потом отдельными книжными произведениями это уже будет видимо в другом формате не как арбук мягкие обложки тоненькие и так далее но было бы классно издать отдельную книжку по различию отдельно по загрязни по хвастницам хаоса и так далее то есть по какому-то томиску с этими основными чертами связанными с ними объектами было бы классно давайте кромпайнер закидай спасибо можно попробовать так еще следующее вопрос не планируйся мы просто а я когда первый узнал о ICBR блог обратил внимание в принципе на страницу медиакоманды там была указана съемка фильма это попытка переснять ран или в прошлом году я еще жил в Москве пару лет как бы обитал и не бежал обратно сюда мне звонят и говорят слушай привет Андрей мы из Мосфильма мы тебя ждем у себя и я поеду на Москве там комплект продюсеров которые говорят нам там два книжка в руки попала нам очень нравится и мы активно думали снять кино они думали снять не фильм цельный а восьмисерийный сериал с единым сюжетом который просто в один фильме в котором разное объект он был бы единый сюжет я тогда загорелся в душевнице и написал черновой вариант сценария это потом согласовала как все подминистра читали сюжеты кто-то помнил мы все так загорелись в итоге все это им передали и все как-то потихонечку подзаглохло я им звонил буквально на прошлой неделе спрашивал что как так они в итоге и не разродились почему есть одно одно препятствие важно вселенная открытая это значит что кто угодно может они делают что угодно то есть киношники не даст вошли за то что они снимают кино и права общие но точно так же если кто-то снимет продолжение фильма то киношники не смогут защитить свои интересы то есть может быть фильм с большим бюджетом актеров нормальный и так далее а потом другой командой будет снять типовый интересный фильм The Secret Foundation 2 на который пойдут люди после первого фильма и разочаруются будут по сути пожинать плоды и финансы после первой команды и они вот из-за этого переживают и в итоге это будет действительно почему-то с помощью не начало может быть это может быть попрос но нужно будет юрист по авторским правам международные юристы потому что фильм нужно снимать так чтобы его можно было финансировать не только в России по всему вопрос юридически сложный как дело так что его плодами потому что они как раз выкладывают деньги и они хотят вернуть а деньги не мало и они хотят какие-то гарантии а пока у них нет гарантии не понимают спасибо большое за вопрос кого еще было вот я видел на ютубе пару короткометражек очень качественно сделаны по SCP одна из них была про дверь с ключами вы имеете какое-то отношение нет не имеется была совершенно параллельная команда то есть мой проект был по книжкам у ребят был проект по короткометражу они хотели в итоге кромпайн собрать деньги на плате афелик но никто не скинулся к сожалению почему-то все плохо вышло я даже ждал что они что-то снимут и если бы у них все это пошло мы бы даже загружились может быть объединились победил но к сожалению они попробовали и потом срапали а никто не скинулся потому что они на Indie World Go проект полностью на русском языке и основная история Indie World Go ничего не поняла о том что там происходит еще один насколько должен быть объект непопулярным чтобы его удалили спонды смотрите во-первых объекты которые изначально удалили даже не нормальным рейтингом на оригинальной версии но плохим рейтингом на рейтинге они скорее всего даже не будут удалены потому что обычно синхронизируются значит с объекта нумерации будет удобно а если в оригинальной версии объект минусуется у него явный рейтинг меньше нуля там минус 5 минус 10 минус 15 то Маша какое это точное условие чтобы объяснить сколько минус нужно выбрать ну и у нас или чем ну они меняют все рейтинг минус 15 то есть если допустим 20 человек поставило лайк и 15 дизлайк это не удалится будет плюс 5 а нужно минус 15 человек больше не понравилось а легче понравилось на 15 человек и это буквально на 15 минут да или там сколько в течение 3 дней минус 15 держится ну по-моему достигла и в ночь а вот вы слышали какой американский аниматор создал мультфильмы поиски поиски фундейшн по конференам слышали о таком ну там своего отдельного персонажа создал Коннор человека которого если убьешь он тут же сам тут же возродится и вот стало интересно а вот у нас в России будет что-то намереваться такое вот с диземных фильмов даже тоже раз есть да вспомнил эти штуки там же такая же график рисованная двумерная там первый про Фернандо хотелось бы хотелось бы хотелось бы объять все области потому что все очень интересно почему вообще мы начали с книжек потому что подхождение ниже то есть гораздо меньше нужно вложений и ресурсов чтобы сделать хорошую качественную книжку а чтобы сделать хорошие качественные фильмы или игру нужно денег в разы больше учитывая что проект стартовал за свои деньги не имея никаких гарантий ничего просто я стал заниматься интересным делом и вкладывать в него время и деньги и счастье все получилось у меня просто хватило бы ресурсов чтобы сделать что-то более сложное для этого нужны инвесторы инвесторов заинтересовать это может быть плановерно делаться так что рано или поздно надеюсь что-то получится и опять же нужно чтобы хватало времени я сейчас занимаюсь в том числе книжками критинг том сайты которые по книжкам не основной и так далее это сжирает уйму времени и по ходу делу нужны не просто добровольцы которые готовы помогать нужны наемные сотрудники которым нужно платить зарплату которые будут за деньги делать те или иные вещи чтобы вселенная развивалась платить кому-то зарплату но это как-то я не знаю насколько я могу это сделать ну увы у нас в реальном мире сложнее с этим и не думаю что сильно мотивированы будут стара поработать вот так что финансы и время если это все объединить можно пойти очень перепланировать что мы пойдем в этот кузов по развитию комьюнити степи по крайней мере в россии ты создал некие активности там свел художников занялся редактурой выпуской книг дал очень сильное развитие сообщества и проекта в целом какие у тебя планы дальше в россии и когда ты сделаешь то же самое для людей которые не говорят на русском на самом деле это один из самых ближайших планов спасибо за вопрос реактивный общий мировой рынок намного больше чем российский и учитывая сколько я получаю писем из США из Австралии из кучи стран с вопросом когда же будет книжка на их языке в основном конечно английский язык потому что самый основной сайтов на местном языке созданы больше всего я планирую что когда я доделаю третий том книги я же временно с этим или сам сделаю или закажу переберстку книжек на местном языке потому что по сути все материалы есть и даже англоязычные тексты объекты нужно просто их откорректировать сократить до того же размера что нужно чтобы вместить книжку и искать зарубежные издатели все то есть я думаю что в девятнадцатом году книжки будут продаваться и все будет классно и после этого надеюсь появятся деньги на развитие по другим фронтам круговорот да спасибо большое за интересный вопрос Андрей мой вопрос самый последний в мире расскажите что нас ждет на бигфесте я спасибо за это на самом деле бигфест это просто такая тусовка нечто вроде так как мы с вами собрались но чуть более интерактивно то есть бигфест это большая выставка где по каждой фантастической вселенной по моей вселенной фанаты делают стенды я делаю с ребятами стенды по ECB Foundation кто-то делает там или битро и можно прийти к нам на стенд пообщаться с единомышленниками не только со мной с моей командой а с теми кто пришел обсудить и так что там будет какая-то активность которую мы постараемся для вас подготовить чтобы вам было интересно если успеем это будет интерактивный квест скорее всего если успеем это будет сделано так квест будет начинать на стенде а по всей выставке по кругу территории будут размешаны подсказки и QR-коды которые можно будет сканировать с мобильника и переходить к следующей подсказке кто пройдет всюду до конца получит плюшку няшку и так далее так что будет и подсказки 18 плюс поэтому здесь есть волшебная ступенька через которую вы можете подняться к Андрею и уходим мы потом соответственно вот здесь чтобы мы столботворение не делали можете проходить я сразу же скажу что у нас около входа в кофейню еще раз вам напомню проходи проходи книги сегодня по спеццене почти 25% скидка поэтому пожалуйста кто еще не успел завести собственными экземплярами только в этом магазине и только сегодня со скидкой спасибо всем большое за то что вы пришли организуемся в очередь наш фотограф вас может запечатлеть наверное да все фотографии сегодняшней встречи вы найдете в нашей группе ВКонтакте кто еще не подписан подписывайтесь она так и называется Буквоед и так же стенд Буквоед ждет вас на Бигфесте мы туда поедем повезем кучу-кучу всего книг все будет по спеццене да по спецценам это важно потому что только на таких специализированных выловках мы стараемся вам давать и специализированные сцены выкладывайте фотографии ставьте хэштег Буквоед обязательно и все фотки вы найдете через дня 2-3 в группе ВКонтакте все чмоки на самом деле на самом деле подъектов у нас эксперт да и 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 это что и и и и и в Спасибо. 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 Фоточки ориентировочные. Фоточки? Ну, завтра, наверное. Ну, максимум просто завтра. Просто Добик Фестов хотел, чтобы мы успели новость еще выложить. Ну, мы как бы связаны. До пятницы. До пятницы? Да. Почему он же воскресенье? Ну, я и говорю, до пятницы не успеем. Конечно, понедельник вернем. Хорошо. Черт. Дай мне фотографии дать. Машин. Машин. Поехали. Машин. 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 Хорошо. Машин. 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 Т�. Машин. Поехали. Машин. Машин. Какой Kumau. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...